Друзья, всем привет! 29 января, у нас 5 февраля вывод, новая партия, и стал вопрос, чем кормить. В общем, почесали мы с Еленой Репу, почитали комментарии под видео. Часто нам писали, что что вы пуриной не кормите, у вас завод поблизости и корни плохой, типа того что. В общем, мы приняли решение попробовать еще раз пурину. Мы пурину уже использовали в начале нашего птицеводческого пути. И, в принципе, результат нас на тот момент радовал. Единственное, что мы, сделав бройлера своим заработком, посчитали, что слишком дорого нам кормить куриной, и нужно уменьшать себестоимость, и вот выбрали, пробовали другие корма. Но настало время, видимо, вернуться к курине и уже подсчитать все более осознанно, что да как. Потому как, может быть, мы заблуждаемся, и вот эта разница в цене, повышенная стоимость этого корма, она в конце партии вылится как бы то на то и выйдет, да, что другой корм, что этот. За счет того, что привесы будут хорошие, конверсия корма другая, соответственно, и расход его тоже. Вот, так что попробуем. Значит, касаемо этой линейки пурина, значит, у них есть старт, есть гровер, есть финиш. Все эти корма, в принципе, подходят нам по нашим критериям. Лекарственные препараты они используют в старте и в гровере, в финише заявляют, что нет. Причем на сайте пурина так интересно написано, что во всех кормах старт, рост и финиш, они не используют стимуляторы роста или гормоны роста. То есть вопрос, другие используют, что ли? Ну, интересный, короче, такой моментик. Вот, про пурину мы рассказывали вот в этом видео, комбикорм первая часть. Поставим по тайм-коду, чтобы ролик начался с пурины непосредственно. Значит, там, в принципе, все прозрачно, насколько мы понимаем у них. Состав и в том числе лекарственные препараты указаны на этикетках. Подробно все расписано на сайте. Сайт замечательный, на самом деле мне очень понравился. Там все подробно. Составы, характеристики, сколько потребляет цыпленок в разном возрасте. То есть у них есть методички или бюллетени по выращиванию бролера, где вы можете увидеть его ежесуточное потребление и посчитать, сколько корма вам нужно на любую партию, в зависимости, сколько у вас особей в этой партии будет выращиваться. Исходя из этого, я также сделал расчет предварительный, все посчитал. Значит, у меня получилась какая-то сумма денежная, да, с которой я уже морально готов был расстаться. И тут я начал искать, где я могу, значит, купить этот корм. Ну, какие критерии? Это чтобы корм был максимально качественный, да, свежий, вот, и по возможности ближе к себе. Ну, вот этот критерий по возможности ближе для меня был не столь важен, как качественный корм. В общем, я подумал, что, наверное, я могу максимально себя обезопасить, приобретя этот корм у производителя на заводе в Клину. Я искал, значит, контакты, непосредственно завода я не нашел, нашел только контакты организации, которая продает, значит, этот комбикорм в городе Клин от завода. Там у них и оптовые продажи есть, и розничные продажи. Я позвонил, значит, и здесь у меня приятно удивили. Оказывается, у Пурины есть шкала цен, зависящая от объема. Насколько я помню, они сказали, значит, первая скидка от 20 мешков, потом от тонны и дальше от 5 тонн. Я сказал, значит, что мне нужно больше тонны. И мне предоставили цену не ту, на которую я рассчитывал, не ту, по которой я мог приобретать до этого, значит, да, корма, а приобретал я их в городе Пушкино у другого дилера по цене 1350-1300 за старт, 1150 у них стоил Гровер. Я Гровер и Финиш не покупал, только старт, но знаю, сколько он стоит. И Финиш у них стоит 1050. Здесь же мне назвали ниже цену, это было очень здорово, очень приятно. Вот. Далее я начал звонить поближе, значит, в Пушкино позвонил, там мне тоже самое приблизительно, такие же цены обозначили, плюс-минус там сколько-то рублей, чуть-чуть отличалась цена. И я звонил в Оленина, это ближе всего к нам находится, но вот на тот момент нам не ответили, в общем, телефон не был доступен абоненту. Дальше мы с Леной что-то посидели, подумали, а что бы нам в Курину не позвонить. Значит, опять-таки на сайте Курино Агро есть телефоны контактные, менеджеров региональных, у них менеджеры разбиты по регионам. Мы нашли своего регионального менеджера, зовут его Алексей, набрали, ответить сразу он не смог, он нам перезвонил. Вот. Перезвонил, мы ему обрисовали ситуацию, значит, он сказал, что да, действительно, с завода сейчас купить нельзя, магазин закрыт, вы можете купить нашу продукцию у любого официального дилера и не переживать за свежесть и качество их продукта, комбикорма. Вот. Он сказал нам, что сам свяжется с дилером из Оленина, и он нам перезвонит. Человек из Оленина нам перезвонил, тоже назвал суммы, вернее, стоимость этих мешков комбикорма, которые нас, в принципе, удовлетворили. Единственное, там был комбикорм финиш, стоил у него несколько дороже, чем, допустим, в Клину. Мы с ним еще раз связались, сказали, что в Клину нам предложили цену ниже, у вас цена выше, давайте мы придем к какому-то общему знаменателю, за ему выгодной цене, сойдемся на середине. И мы сошлись вот на середине этой разницы, грубо говоря, в цене. Мне не ехать в Клин, как бы, да, и ему тоже, наверное, неплохо. Так что съездил я сейчас в Оленина, купил этот комбикорм. Кстати говоря, в Оленина сказали, что у них будет линейка и маркорма тоже, что здорово. Ну, на данный момент вот как бы так, мы следующую партию решили попробовать еще раз на Пурине, посчитать, что да как, и возможно, что почему нет, да. Опережая комментарии, что мы продались Пурине, скажу сразу, мы специально не говорили менеджеру, что мы крутые блогеры, да, и хотим ваш корм на обзор. Нет, мы купили за свои деньги, вот чек, значит, как рядовой потребитель позвонили, узнали, где это сделать, узнали неожиданно для себя, что у них есть скидка от объема. Ну, как бы, не то, что неожиданно, я подразумевал, но все равно, как бы, да, мне, допустим, никто об этом раньше, не в Пушкино там, ну, я только в Пушкино, да, покупал, не говорил, что от объема у них скидки. Вот, понимаете как? То есть, вот так вот, грубо говоря, как любой из вас мог это сделать, так же сделали и мы. Мы купили розничные мешки по 25 килограмм и хотим попробовать. О результатах мы вам расскажем. А если нам этот корм понравится, да, и мы будем на постоянной основе его брать для своего хозяйства, то есть сейчас, допустим, мы берем чуть больше тонны, дальше мы можем брать и две тонны, если у нас будет еще индейка там, да, утка, гусь там что-то прибавится, ну, даже если индейка тоже появится весной у нас, то потребление корма в месяц у нас увеличится. Соответственно, и поголовье бройлера возрастет, тоже потребление увеличится. Тогда уже можно будет говорить с представителями Пурины, чтобы делали нам какую-то еще дополнительную скидку. Может быть. А может быть они пошлют нам, скажут, дойдите в их жопу. Ну и все. Так что, следующую партию мы кормим на Пурине, наблюдаем, рассказываем вам. Так что сейчас мы докарливаем вот нашу экспериментальную партию Маркормом, все вам рассказываем, как есть, и следующую пробуем Пуриной, не меняя условия содержания, не меняя никаких там схем пропоек, наши те же самые витамины, те же самые витомые борглюканаты, да, фоспринилы и так далее. Все то же самое. Будем в тех же условиях, вырастим еще одну партию на Пурине и посмотрим, что да как, и как это все отразится на себестоимости продукции. Так, ну давайте посмотрим на наших новых жителей, для кого мы и покупали, в принципе, вот этот корм. Вот этот корм. Вывод заканчивается. У нас, в принципе, основная часть уже здесь, там останется немного. Так, температура 28, но это не под лампой, это с краю лампы. Ну, по птице сразу понятно, какая температура для них комфортной является. Вот они сейчас распределены равномерно, никто от лампы не убегает, под лампу не щемится, извините за жаргон. Все как бы в порядке у них. Насыпана Пурина, старт, на пеленку, вот на такой поддончик, здесь вот на крышку от ведра, там видно, и в кормушке, соответственно, чтобы они привыкали постепенно. Так, ну все как обычно, в общем. Изменения здесь единственные какие. Так, вот, кстати, щупа здесь висит. Видите, сбоку от нагревателя. Так, изменения вот в этом нагревателе. Я замучился покупать эти красные лампы и решил потратиться, посчитав приблизительное количество ламп, как раз у меня уже такой обогреватель и перегорел. Вот, то есть повесил сюда вот 600-ваттный инфракрасный потолочный обогреватель. Мне нравится пока. Ну, о нем я уже, наверное, остановлюсь, когда буду про брудера рассказывать, про его недостатки и достоинства. Надеюсь, что выйдет ролик когда-нибудь. Вот. А видите, отдельно у меня теперь свет, отдельно обогрев. Это позволит мне в будущем поэкспериментировать с программами освещения с птенцами после 7 суток. То есть я могу выключать уже свет. Когда у меня красные лампы грели, я этого сделать не мог. Ну, мы поэкспериментируем уже после вот этой партии, потому что эту партию мы вырастем так же, как предыдущую абсолютно. Чтобы посмотреть, есть ли какой-то эффект у нас от корма. Вот. А эта партия растет. Вот она. Вот она. У нее, кстати говоря, сейчас 4 часа есть нормальная ночь. без света. С 20-х суток я там с 2-х часов, потом 3-х сделал, и сейчас 4 часа у них ночь. Я доведу до 5, до возраста где-то 42-х дней, а там уже оставлю круглосуточное освещение. Ближе к забою, как бы так положено делать. Ну, в общем, будем смотреть. Так что, вот такие у нас новости. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем всего хорошего. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok